Ольга Чукалина Семья молниеносно собрала документы и вместе с другими жильцами самостоятельно покинула здание. К тому времени к месту ЧП уже подъехали 17 спецмашин и 55 пожарных. Работать пришлось по повышенному уровню опасности. Пламя за считанные минуты охватило 780 квадратных метров кровли. Потушить огонь успели до того, как он проник в квартиры. Мы на втором этаже проживаем. На втором этаже нет абсолютно ничего. Все сухо, ни протечек, ничего нету именно в квартире. По стояку идет, конечно. Там буквально разводы, наверное, сантиметров 5 водической. Все остальное, все сухо, все хорошо. Всем жильцам предоставили питание и предложили места для временного размещения. Вчера предлагали и здесь группу освобождали и горячий чай и бутерброды здесь в экстренном порядке. А также в поселке Кременкуль тоже в школе помещение выделили и приготовили раскладушки для размещения. Как бы все было готово. Автобус подогнали сюда, чтобы увезти нуждающихся, но все отказались. Кто-то вернулся домой, другие решили уехать к родственникам и друзьям. Последствия вчерашнего пожара теперь предстоит устранять сотрудникам районной администрации и спасателям. Последние не покидали свой пост даже ночью. Работу продолжают и сейчас. В данный момент времени отдел надзорной деятельности по Сустомскому району занимается доследственной проверкой по установлению очага пожара и причины вероятные. Наиболее вероятной причиной пожара послужил удар молнии, что впоследствии привело к распространению горения кровли. После расчета суммы ущерба районной администрации будет приниматься решение о восстановлении кровли и возмещении ущерба жильцам. Вячеслав Ватутин, Илья Капелин, Урал1.